Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте в Рязани начался 25 июля. Сроки его начала переносились из-за возможных массовых шествий, которые планировались в городе в честь Дня Победы. В результате было решено, что ремонт будет произведен до конца лета. Окончание работ по замене труб запланировано на 28 августа. Осталось сделать здесь финишный слой асфальта, выставить люки и можно будет открыть движение. Впоследствии надо будет еще сделать разметку, ее сразу не делают по технологии. Контроль здесь ведет генподрядчик. И со стороны МОПР МПТС также здесь есть лицо ответственное, которое постоянно ведет контроль при производстве работы. Участок магистральных теплосетей на Первомайском проспекте был введен в эксплуатацию в 1964 году. Частичный ремонт здесь производился в 1975 году и в 1995 году. К моменту начала этого ремонта магистральные трубопроводы были изношены и исчерпали свои ресурсы. Теперь здесь заложены новые трубы, срок службы которых составляет 25 лет. Участок капитального ремонта составил примерно 300 метров. Диаметр труб составляет 50 сантиметров. Для ремонта магистральных тепловых сетей применяются стальные трубы. Почему стальные? Потому что температурный график теплоносителя доходит до 150 градусов. Поэтому на сегодняшний день выдерживают это только стальные трубы. Точно такой же капитальный ремонт завершается на улице Новоселов. Это последние два участка в этом году, где было запланировано произвести капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. На улице Новоселов планируется полностью завершить работу уже 27 августа. Работы там выполняются в соответствии с графиком. Начались они 30 июля. Работает там порядка 7 единиц техники и 15 человек рабочего персонала. На улице Новоселов не пришлось вскрывать асфальт. Там трубы проходят под озелененной разделительной полосой. Сейчас заканчиваются работы по установке разделительных ограждений. После этого на месте снова появится зеленая трава. Кроме этого, работы производились еще на 8 участках. В том числе на улице Сенной, Трудовой, Черновицкой и на других улицах. Подрядчик выбирался путем конкурса. Он и проводил все работы. В том году тендер выиграл этот же подрядчик. Представители РМПТС остались довольны работой. Технологии не нарушались. Большая производительность труда работали весь световой день. Таким способом мы существенно сократили сроки производства работы. Для того, чтобы работы были выполнены качественно, за ними осуществлялся постоянный контроль. Проверки были постоянно. Были выездные проверки со стороны администрации. Так, по правилам, представитель РМПТС производил строительный контроль за этим капремонтом. Ну и по нормативным документам сам подрядчик тоже не освобождается от производства контроля. Несмотря на то, что рязанским автомобилистам пришлось месяц испытывать неудобства, при передвижении по Первомайскому проспекту теперь горожане надолго забудут о подобных ограничениях на этом участке. На данном участке аварийных работ не будет. У людей, конечно, создается впечатление, что копают постоянно. Но это было связано с аварийным ремонтом. Для этого и проводится капитальный ремонт, чтобы меньше было вот этих аварийных ситуаций, соответственно, неудобства для движения, большая надежность системы теплоснабжения в городе. Этот участок на Первомайском проспекте обеспечивает теплом 39 жилых домов, 27 объектов социального, культурного и иного значения. В том числе к нему подключены больницы, два детских сада и одна школа. Поэтому капитальный ремонт на Первомайском проспекте положительно отразится на жизни граждан. В целом, замена магистральных теплосетей в городе позволяет бесперебойно предоставлять тепло потребителю и обеспечивает безаварийную и исправную работу тепловых сетей. Таким образом, теперь на многих улицах можно забыть о ремонте магистральных труб надолго. А горожане смогут спокойно встретить новый отопительный сезон. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».